В Тюминской области депутатами был разработан и подписан пакет документов о мероприятиях по искусственному воспроизводству рыбных ресурсов. Ценных пород рыб в реках Опертышского бассейна осталось совсем мало. На грани исчезновения, например, Нельма или Щокур. Тюминские рыбоводы тем временем начали решать проблему. И вот в областном центре появился завод. А наша коллега Инна Михайловская, первый журналист, кому показали цеха нового производства. Вот оно, маточные поголовья муксуна. 40 тысяч мальков. Им уже третья неделя. Время еды. Несколько граммов на всю араву. В первые дни жизни их кормили через каждые 30 минут. Сейчас реже, через 2 часа. И, конечно, дают Артемию природную еду. В нашем регионе, особенно в Казахстане, в Курганской области, много таких очень соленых, гиперсоленых, гипергалинных, так называемых, водоемов, в которых содержится природная популяция рачков, именно родителей этих артемий. В этой колбе вода как морская, соленая и холодная. 15-17 градусов. Рачки настолько мелкие, что их можно увидеть только вооруженным глазом. Это рачки артемии. Корм, который крайне важен и необходим сейчас малькам муксуна. Дело в том, что в этом возрасте у них формируются внутренние органы. А чтобы все происходило правильно и верно, нужен именно этот корм. А в этом помещении завершается монтаж оборудования. В этих бассейнах будут расти стерлядь. Скоро запустят первую партию. Будут рыбы взрослые, годовалые и двухлетки. Возможности помещения позволяют даже управлять временами года. Имея три маточных стада, на одном можно собрать икуру условно в апреле, на другом в марте и на третьем в мае. Я условно говорю, регулировать неолист и регулировать сборы икры температурными режимами. Получение икры, потом мальков. Воспроизводство разных ценных пород рыб. Главная задача. Мальков муксуна в том числе будут выпускать в реке Обертышского бассейна. То, что не подойдет на маточные стадо, подойдет на товар. То есть для этого есть специалисты, для этого есть ученые, которые будут аппаратом УЗИ проверять созревание икры, выдаивать. Наша задача для того, чтобы она вовремя созревала, давать ей хороший корм, хороший температурный режим и хорошую воду. 35 бассейнов практически готовы к приему обитателей. А еще это предприятие станет научной и образовательной площадкой. Студенты аграрного вуза здесь будут проходить практику. Инна Михайловская, Павел Михайловский. Тюменское время.